здравствуйте мои дорогие подписчики сегодня я продолжаю серию рассказов о том как мы с братом делали ремонт в его доме который он приобрел в декабре 2010 года и уже в конце января 2011 года я приехала к нему на постоянное место жительства и помогала ему с ремонтом и так как я нашла недавно кое-какие свои старые ролики как я красила стены как мы сажали сад ну видео и фотографии сегодня я расскажу в деталях и покажу в картинках конечно качество картинок оставлять желать лучшего что было 10 лет назад никак не сравниться с тем что происходит сейчас в видео индустрии но все равно тем не менее что-то покажу и расскажу сегодня подробнее как мы делали ремонт у него дома и так первым делом еще не побывав в своей школе английского языка я начала помогать брату доклеивать последнюю комнату которой они с мамой в декабре не поклеили еще начала клеить обои сама потому что брат уходил на работу а я в это время нарезала куски намазывала клей и кусочек за кусочком приклеивала к стене все это плотненько прижимала и разглаживала в общем наклеила я все эти постепенно куски пришлось потом двигать шкаф чтобы наклеить обои за шкафом в этом мне уже помогал брат когда пришел вечером в итоге дня за два я поклеила всю комнату но комнатки там конечно маленькие я вам уже показывала в предыдущем ролике если кто не видел смотрите здесь и вот так вот мы доделали все комнаты после чего мы взялись за коридор мы с братом сходили в магазин вилкинсон сейчас он называется вилку купили с ним белую краску для потолков и желтую краску для коридора общего такого коридора ну и плюс еще я уже говорила зеленую краску для ванны и персикового цвета для туалета я не помню почему мы такие цвета выбрали ну так просто решили может быть скидки на них были честно говоря не знаю но брат тоже как и я любил экономить и возможно ему было все равно какого цвета будет ванна и туалет и коридор но мы просто так решили раз уж комнаты покрасили в красный фиолетовый синий цвет почему бы не сделать яркие цвета общественных комнат не знаю мы конечно любим все такое разноцветное и ну как бы украшать свою жизнь разноцветными красками но кто знает что это может сказать людям о нас но вот такие вот мы нестандартно мыслящие и не красящие свои дома в белые серые коричневые тона кроме того мы купили валики на такой длинной палки чтобы мне было удобно красить потолки и вот так вот прямо день за днем после своих курсов английского языка на которые я ездила в фуллом возвращаясь обратно с курсов я по вечерам красила потолки потом пошли стены стены я красила тоже валиком на короткой палки и выравнивала их мы купили такую как бы называется под под для краски такой прямоугольный я даже не знаю как спонжик на палочке и вот так вот хорошо он выравнивает абсолютно любую краску я кстати себе недавно искал точно такой же под у нас в россии но не нашла потом стала искать в интернете и обнаружилось что он вот как раз когда я стала искать в интернете появился в магазине леруа стоит он порядка 600 рублей но в принципе это в районе 6 фунтов мне кажется мы за такую же цену тогда купили и в лондоне вот ну пришлось купить поэтому как я крашу стены в россии я вам расскажу и покажу в следующих роликах не забудьте подписаться на мой канал чтобы не пропустить как я красила стены я нашла недавно этот ролик и вот вам показываю вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот пока и все, что я хотела рассказать про дом. Про то, какие припяти у меня и у брата были с этим домом. Как у нас там постоянно что-то ломалось, что-то происходило. Я буду рассказывать в следующих роликах. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!